Друзья, всем привет! Вы на канале Строй Гарант Анапа. Многие из вас интересуются, как происходят какие-то моменты в строительстве, такие как заливка фундамента, армирование, утепление дома. Приглашаю вас посмотреть вместе с нами и проверить заодно качество армирования. Сам фундамент уже залит. Что предусматривает под собой заливка фундамента? Мы копаем траншею шириной 45 сантиметров, глубиной 70 сантиметров, армируем ее и заливаем бетоном. Фундамент льется под наружные несущие стены, а под внутренние перегородки, под внутреннюю стену мы заливаем тумбу и потом уже на это все ставим цокольную часть фундамента. Под цоколю обязательно армирование. Нашим проектом предусмотрено армирование шестью стержнями арматуры. Верхние стержни 12 миллиметров, средние стержни 10 миллиметров, два нижних стержня 12 миллиметров. Обязательно устройство хомутов шагом 25 сантиметров. Каждый хомут связывается таким вот способом. Обязательно усиление углов арматурой с перегибом. Соответственно тоже мы все это видим. То есть дополнительно составляются стержни вот здесь. Длина перегиба должна составлять не менее 50 сантиметров. Проектом предусмотрено усиление каркаса вертикальными колоннами. Колонна начинается с фундамента, проходит через весь цоколь, через площадку цоколя и поднимается наверх для того, чтобы собрать остров здания в круг. В качестве примера мы можем обратить внимание на этот дом, который, в принципе, сопоставим по площади. Вот эта же самая колонна. Вот найдет цокольная часть дома, плита. Вот она, это колонна, которая поднимается наверх, связывается с общей плитой и дальше связывается с армопоясом. Это дает определенную жесткость и защиту от всяких сейсмических условий. В данном жилом комплексе предусмотрено подключение коммуникаций под землей. Для этого мы предусматриваем устройство закладных. Эта закладная асбисовая труба диаметром 200 миллиметров нужна для того, чтобы нам в дальнейшем здесь произвести вывод канализации. Параллельно рядом с ней идет труба ПВХ 50 миллиметров. Через эту трубу мы сможем подключить водоснабжение в наш дом. Не обращайте внимания на эстетическую составляющую. Данная труба выполняет функцию гильзы. В дальнейшем, когда здесь будет выполнена обратная засыпка, прокопается траншея и сюда заведется уже хорошая ПВХ труба канализационная. Вот эта желтая ниточка у специалистов называется шнур-причалка. Вот она. Это шнур-причалка. Она нам нужна для того, чтобы понять на какую высоту, какая максимальная высота заливки бетона. Профессиональные строители уже произвели разметку цокольной части фундамента и мы можем с вами увидеть, что высота заливки цокольной части фундамента будет составлять сколько? Сейчас мы с вами даже посчитаем. Смотрите, эти высота доски 10 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 70 сантиметров на данной отметке будет составлять высота заливки цоколя. Немаловажный момент это ширина нашего цоколя. В том месте, где находится несущая стена, ширина цоколя составляет 30 сантиметров. Внутренняя часть цоколя центральная, ее ширина составляет 25 сантиметров. Под несущими стенами ширина хомутов составляет 22 сантиметра. На крыльце на террасе, где цокольная часть не несет особой нагрузки, ширина хомутов составляет 12 сантиметров и ширина самого цоколя соответственно составляет 20 сантиметров. Это наше крыльцо. Внимательный зритель спросит, Дмитрий, а где же выводы для дальнейшего крепления ступеней? Отвечу, они еще не выполнены. То есть мы возьмем вот такую арматуру диаметром 10 миллиметров, возможно она будет больше. Выполним загиб, просвериваем здесь отверстие и перед заливкой бетона еще дополнительно вставим ее в каркас. И в дальнейшем, когда мы снимем опалубку, здесь из стокольной части будут торчать стержни арматуры. Потом при заливке площадки выставим каркас уже опалубки для ступеней и зальем все это одним общим бетонным раствором. В качестве опалубки применяется доска, так называемая дюймовка. Сечение доски толщина 25 миллиметров, ширина 100 миллиметров. Это связано с тем, что в любом случае ресурс доски ограничен и через 2-3 заливки опалубка приходит в недвижайший вид. Поэтому в любом случае нам необходимо обновлять доску для того, чтобы наш цоколь имел эстетичный красивый вид и радовал наших покупателей. Для того, чтобы не было потерь бетона и для того, чтобы плоскость оставалась максимально ровной, используют дополнительные укосины. Определенный шаг, определенная длина. Мы с вами находимся в моменте пересечения несущей части цокольной. Вот эти две стены угловые здесь будут находиться и давить сама стена. Это часть террасы, которая легкая. Соответственно, мы можем увидеть, что здесь ширина цоколя 30 сантиметров, здесь 20. Зачем столько много арматуры? Объясню. Здесь кроме угловых соединений есть еще перехлесты, есть еще стыковка с внешней арматурой, которая идет на террасу. Соответственно, получается вот такое количество арматуры. Дополнительно еще мы можем видеть стержень. Это угол дома. Здесь будет идти у нас колонна. Соответственно, колонна перевязывается с цоколем, идет ниже и связывает цоколь с фундаментом. В дальнейшем, когда будет заливаться еще и площадка, колонна будет связывать все три части нулевого цикла, фундамент, цоколь и плиту, в одну жесткую конструкцию. Дорогие друзья, мы с вами провели беглый осмотр подготовки цоколя к заливке. 80 процентов работ выполнено. Я думаю, еще часа два-три и, в принципе, вся конструкция будет собрана и готова к заливке бетона. Хочу отметить тот факт, что данный тип фундамента является мелкозаглубленным, и его конструкция не зависит от этажности дома. Будь то одноэтажный дом, будь то двухэтажный дом, силовой каркас будет оставаться таким же. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш мини-обзор подходит к концу. Всем спасибо за терпение, за то, что смотрели на меня, смотрели на фундамент и пытались немножко вникнуть все-таки в технологическую составляющую, а не просто в красивую картинку. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, что-нибудь пишите в комментариях. Желательно хорошее. Передавайте привет, давайте дружить с семьями. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok